Всем огромнейший привет! Сегодня я хочу показать вам, что я приобрела полезного и красивого в дом. Но сразу хочу предупредить, что я тающую болтушка и покупок у меня очень много, поэтому предлагаю вам поставить данный ролик на паузу, сходить за чаем, за печеньками и, конечно же, обязательно вернуться ко мне, потому что я вас очень жду и желаю вам дальнейшего приятного просмотра этого видео. Свой обзор я хочу начать с новости, о которой вы уже знаете, если подписаны на мой инстаграм и на мою группу вконтакте, которая называется «День из жизни кошки». Все ссылочки, кстати, внизу под этим видео в инфобоксе, так что обязательно его разворачивайте и переходите, я думаю, вы найдете для себя там много чего интересного. По крайней мере, очень надеюсь, что вам будут нравиться мои фотографии, ну и какие-то новости, все-таки, которые идут вместе с ними. Ну, давайте вернусь к новости. В общем, новость заключалась в том, что мы приобрели в эту комнату, в эту спальню новые шторы. Да, сейчас вы можете видеть на заднем фоне то, что шторы у нас имеются, но они переехали со мной сюда, в эту квартиру из моего бывшего частного дома. И несмотря на то, что мои вкусы никак не поменялись, и они даже вот с новыми обоями никогда не были знакомы, но они все равно очень удачно с ними сочетаются. Что плотная шторы, что тюль, они идеально сюда подходят, но тем не менее, вот эта комната, несмотря на то, что она южная, и казалось бы, в ней должно быть много света, в ней света мало, недостаточно. И вот темные, плотные эти шторы смотрятся здесь, ну, наверное, я думаю, вы согласитесь, несколько мрачновато, угрюмо, и вообще они смотрятся даже как черные, не темно-синяя, а реально черные. Хотя вот вечером, когда включается свет, вот на тех шторах есть еще очень красивые золотые прожилки, которые начинают светиться как-то по-особому, и они гармонируют, например, с листиками на наших обоях, на наших стенах. Ну, в общем, решили все-таки их заменить, и Сергея мы выбрали вот сюда такие яркие, жизнерадостные, позитивные, золотисто-желтые шторы, на которых изображен очень красивый растительный орнамент, ну, я бы сказала, что он благородный, царский даже, и плюс этот орнамент хорош тем, что у него белая нитка, она такая светящаяся, и получается шелкография здесь, очень это красиво реально смотрится, и мне кажется, реально, когда я эти шторы повешу, комната станет более светлой. Ну, решили гулять-то гулять и заменить тюль, хотя тюль вообще-то великолепно смотрится, потому что она голубая, и плюс на ней также есть белые полоски, белого цвета, я думаю, вы тут много заметили, и плюс есть золотые полоски, опять же, которые перекликаются и с нашей мебелью, с золотыми полосками, и на обоях есть золото. Ну, в общем, решили заменить все-таки тюль. Вот теперь у нас будет такая тюль, очень тоже красивая, голубая уже на сей раз, с белыми полосками, но вот за счет того, что везде есть белый цвет, я думаю, что очень хорошо перекликается это опять же все. Ну и все удовольствие за комплект штор нам вышло это в 7100. И теперь вы эти шторы можете увидеть после того, как я их повесила на окна, но это все-таки маленький фрагмент, наберитесь терпения, и обязательно подписывайтесь на мой канал, если вам интересно посмотреть рум-тур по нашей спальне. Еще вам хочу одну тканевую покупку показать, ну, это действительно уже просто кусок ткани, который я увидела в одном из магазинов, сразу в него влюбилась, я думаю, вы догадываетесь, по какой причине. Мне очень нравятся данные цветы, я думаю, что вот в ролике вы уже можете заметить подобные цвета, вот здесь есть салфеточка на прикроватной тумбочке, здесь тоже бирюзовые такие цвета, которые очень хорошо, если видно вам, сочетаются между собой, ну и качество вот этого флиса вообще шикарное. С одной стороны у него, посмотрите, есть рисунок растительный такой орнамент, а с другой стороны он просто пушистик, и я собираюсь пошить из него подушки, собираюсь его как раз вот так вот сочетать, всяко-разно, ну, типа пэтчворка что-то сделать, изобрести, и кому интересно, обязательно пишите в комментариях, снимать подобное видео или нет, такой DIY, и плюс у меня есть пуфик. В первую очередь я так-то покупала этот большой кусок, именно для того, чтобы переобтянуть свой пуфик. У меня есть очень вредная кошка, которая дерет кожу на этом пуфике, и вся кожа пришла в негодное состояние, поэтому это была очень нужная покупка, но которая удачно со всем сочетается, опять же, как я считаю, и, кстати, вот за такую красоту я отдала всего лишь 260 рублей. Дальше я хочу вам показать свою новую посуду, и, в общем-то, она практически вся посвящена котикам и кошкам, но будет одно исключение, в самом конце обязательно ожидайте, но начну вот с таких десертных тарелок. Это коллекция «Озорные коты», каждая такая тарелочка стоит по 280 рублей, я их приобрела три штучки, вот я думаю, вам видно, что их три. Мне они очень понравились своей формой, то, что форма идет уже кошачья такая, и плюс здесь вот эти вот «Озорные котики», они выполнены объемно. И, кстати, мордочка самого главного котика, основной тарелки, да, тоже объемно, здесь и носик объемный, и вот подусники объемные, в общем, шикарные тарелочки, очень мне понравилась эта коллекция. И, кстати, если вы смотрели подобные мои ролики, где я с вами делюсь своими покупками для дома, я уже покупала очень похожую коллекцию в дом, она тоже была, вот в той коллекции были тоже такие тарелки, такой же формы, но внутри были другие кошки. И, в общем-то, я решила, что теперь у меня будет комплект как раз из шести тарелок, там у меня их тоже три, как и в этот раз, но вот они будут немножко разные, но тем не менее они все равно будут дополнять очень хорошо друг дружку за счет своей основной формы. И еще из этой коллекции я приобрела себе кувшин. Опять же, здесь озорные котики, выполненные объемно, чем они меня в первую очередь и подкупили всей вот этой коллекции, хотя сами котики мне тоже очень нравятся, они действительно такие шкодные, прикольные, интересные, смешные. Ну, в общем, этот кувшин я собираюсь использовать по его прямому назначению, то есть я сюда налью воду, буду ее охлаждать в холодильнике, и когда я буду пить чай, то я обязательно буду разбавлять вот этой холодной водой чай, чтобы он не был таким кипящим, горячим, потому что я очень горячий чай не люблю. И, кстати, данный кувшин обошелся мне в 510 рублей. И данную коллекцию я решила дополнить еще вот таким салатником. Ну, посмотрите, здесь уже только два котика объемные они, опять же, а два других котика, которые были на другой посуде, все-таки куда-то, видимо, решили убежать и озорничать в другом месте. Но форма у салатника мне очень нравится. Мне нравится то, что у него есть вот такая ножка. Кстати, стоит он 270 рублей. И у меня есть вот из другой коллекции, про которую я уже немножко заикнулась, о которой я снимала ранее видео. Оставлю ссылочку, если я найду, но я думаю, что найду. В общем, у меня есть подобные салатники, и когда я их выставлю, опять же, на одном столе, они будут смотреться как из одной серии, просто вот разные несколько, но тем не менее объедены какой-то общей тематикой, общей формой. Поэтому я думаю, что это очень удачная покупка. Ну, вот именно с коллекцией про озорные котики все, но посуда еще будет, так что сейчас продолжим. Еще из посуды я приобрела вот такую тематическую для меня вещь, то есть это конфетница, и посмотрите, здесь есть мордочка тигра, которая выполнена достаточно объемно, также лапки спереди, а на оборотной части у него объемный хвостик, опять же, лапки. Данную конфетницу я собираюсь использовать по ее прямому назначению, то есть хранить здесь печенье, конфеты как раз, и плюс я думаю, что могу ее использовать еще дополнительно и как вазу. Единственное, когда я буду использовать ее как вазу, то обязательно буду выстилать дно специальной пленочкой какой-нибудь, чтобы конфеты отдельно, цветы отдельно все-таки в итоге было, чтобы это не смешивалось, и ставить сами цветы, букетик, который я буду делать непосредственно в оазис. В общем, я думаю, что классное, опять же, приобретение, реально тематическое для меня, и данная конфетница обошлась всего лишь в 165 рублей мне. Дальше я хочу вам показать вот такую чудесную баночку, и надо сказать, что она не первая в моей коллекции, но все остальные баночки у меня отличаются от этой, и между собой они все отличаются, хотя форма не едины. То есть у меня другие баночки идут черно-белые котики, также есть желто-рыжие котики, и вот теперь вот бело-коричневый котик. Они действительно у меня идут все разным размером, все разные расцветки, но вот как только увидела этого котика, я тоже в него сразу влюбилась, потому что я считаю, что котики все должны быть уникальны, все разные, неповторимые, но мне действительно нравится то, что всех их объединяет одна общая форма. И в данном случае эта баночка для продуктов, для сыпучих продуктов, обошлась мне в 181 рубль, и объемом она идет на 390 миллилитров. Еще в продолжении этого обзора я хочу вам показать одну баночку. Эта баночка выполнена, как вы видите, в форме домика с котиком на крыше, и предназначается она для хранения чая и для хранения кофе. Ну, кофе в нашем доме никогда не бывает, потому что мы его не пьем, а вот чай мы очень даже любим, и я покупаю достаточно часто на развес различные чаи, и они бывают в обычных таких пакетиках, поэтому я их всегда куда-то пересыпаю. И покупаю я сразу много различных видов чая, и поэтому у нас много различных баночек под эти нужды, но тем не менее еще одна баночка нам точно не повредит, точно не помешает. И, кстати, данная баночка стоит 361 рубль. И еще из посуды я хочу вам показать вот такую замечательную баночку в форме лисы. Я вам вначале сказала, что сегодня не только котики будут, но и кое-что еще. В общем, это моя первая измена. Ну, посмотрите, реально, такой шикарный лис. Я очень много вижу различных вас в форме сов, я не знаю, оленей, собак, вот этих же лис и другую различную посуду. Но вот я всегда стойко проходила мимо, а здесь я не смогла удержаться, не знаю, он меня так зацепил, мне так понравился этот лисенок, что захотелось, чтобы он стал моим. И, кстати, позиционируется этот лисенок как горшочек для меда. И стоит он 345 рублей. И еще одно мое приобретение из хозяйственно-посудного отдела, это вот такой набор ярких, позитивных, жизнерадостных крышек, которые я собираюсь заменить. То есть у меня есть самые обычные крышки, стандартные, такие белые, условно так назвать можно их. И я их собираюсь все выкинуть в пользу вот этих крышек, потому что они мне действительно очень понравились. Ну, конечно же, в первую очередь мне понравились здесь бирюзовые крышечки, которые я обязательно все использую. И, возможно, по одной, по две крышечки и других цветов тоже задействую. Просто у нас в холодильнике всегда открыта банка, например, с огурчиками, банка с квашеной капустой, с вареньями несколько видов. И поэтому крышки пригодятся. Но вот, когда я буду видеть такие крышки, у меня при открытии холодильника однозначно будет подниматься вверх настроение. И вот эта коллекция крышек обошлась, вот точно цену не помню, то ли в 70, то ли в 75 рублей. Продолжу хозяйственную тематику и покажу вам вот такую интересную щетку. Щетка здесь идет с силиконовыми щетинками, ну или не знаю, с чего они сделаны, такие прорезиненные, в принципе, приятные на ощупь. С одной стороны, они более короткие, более тонкие и более мягкие. С другой стороны, более жесткие, более длинные и более толстые. Но сразу хочу отметить, что эта щетка для меня некая покупка разочарования, потому что она не выполняет те функции, которые я на нее рассчитывала. Я, в общем-то, смотрела подобные ролики, когда были обзоры различные, плюс рекламные ролики, я смотрела про эту щетку, многие нахваливали и, в общем-то, говорили, что она отлично, например, удаляет шерсть животных с одежды. В моем случае, видимо, у меня животные какие-то другие. И одежда так любит моих животных, что она не хочет расставаться с шерстью, благодаря этой щетке. И, в общем-то, данная щетка стоит почти 1500 рублей, там без нескольких копеек. Но вот она не делает то, что я ожидаю от нее. И мне проще просто смочить руку водой и вот так вот потереть одежду. И намного эффективнее получается, и намного дешевле, согласитесь. Но все равно нашла я этой щетке применение. Я ей чищу ковры, хотя тоже ковры она не настолько хорошо чистит. И вообще она все не очень хорошо чистит. Другие есть приспособления, намного лучше, намного качественнее. Поэтому за такую цену, конечно, я недовольна покупкой. И, в принципе, я бы вас, наверное, предостерегла. Следующее, что мне хочется вам показать, также относится к хозяйственному отделу, к бытовой химии конкретно. И, как вы видите, это блок для очищения унитаза от фирмы Доместес. Как здесь сказано, это новинка, и оно работает сразу в пяти направлениях. Блеск, гигиена, антиналет, аромат. Аромат, кстати, свежести океана я выбрала. И пена. И это не совсем моя покупка. Это некий такой презент от фирмы Эльдорадо. В любую покупку идут различные бонусы на карту. Еще плюс они дарят периодически бонусы, рубли на карту. И один бонус равен одному рублю. И, в общем-то, вот был очередной такой подарок. То ли в 200, то ли сколько-то рублей. И, в общем-то, я на эту сумму, вот, можно сказать, забесплатно забрала вот такую упаковочку. Очень довольна. Сейчас прицеплю на унитаз и буду наслаждаться ароматом свежести океана. Дальше я хочу вам показать мебельную декоративную консоль. То есть, это такой некий красивый ажурный из металла уголок. И, в общем-то, показываю вам только лишь уже этикетку. Ее применили по назначению. Ну, даже не совсем по назначению. И вы уже, в общем-то, видите, как мы ее применили. Это у нас основа для светильника, держатель для светильника. Ну, в общем, вдруг кому-то нужно что-то подобное, какой-то подобный, красивый, изящный, интересный уголок, то вам в Леруа Мерлен. Там их достаточно много. Они идут разного размера, разной расцветки, разный сам рисунок выполнен там. И, в общем-то, наш уголок обошелся нам примерно в 530, ну, в общем, 550-530 рублей. Дальше я хочу вам показать, что я купила для своих любимых комнатных растений. И это вот такая подкормка. То есть, одна упаковочка идет на один горшок. И растение само выбирает, само питается этой подкормкой, сколько ему надо, столько и берет, ни больше, ни меньше. Здесь находятся все необходимые для него питательные вещества. Мне кажется, вообще какой-то новый, уникальный вид к подкормке. Не нужно постоянно вспоминать, окормили ли вы дополнительно чем-то вкусненьким свое растение, кроме воды или нет. Не нужно это отслеживать никак. И данное удовольствие за одну бутылочку такое обошлось мне в 22 рубля 67 копеек. И еще я хочу показать активатор корнеобразования для растений. Тут идет сразу две таблеточки. Я им пользовалась. И действительно, корни намного быстрее появляются. То есть, я очень сильно люблю растения свои, но периодически вот срезаю верхушечки и стараюсь их укоренить. И вот с ними процесс идет намного быстрее, веселее. И растения чувствуют себя гораздо быстрее в норме. Так что обязательно рекомендую, если вы вдруг тоже, как и я, увлекаетесь комнатными растениями, комнатными цветами, порадуйте себя и своих домочадцев в виде растений вот подобными покупочками. Я думаю, что они вас отблагодарят сполна своей красотой, своей пышностью и быстрым легким ростом. Также для своих любимых растений я купила вот такой глиняный красивый горшочек. Естественно, здесь котики. Это ручная работа. Покупала я ее на выставке мастеров. Так что это уникальная вещь от творческого человека. Очень довольна такому приобретению. Мне очень нравятся эти котики рыженькие на фоне домов. И какое-нибудь растение, я думаю, какую-нибудь свою фиалочку я обязательно порадую вот новым домиком для его корешков, для ее корешков. Так что буду радоваться не только я, думаю, но и мое растение, а также которое здесь поселится. И еще в цветочном магазине я решила приобрести искусственные цветы. Посмотрите, какая красивая, изящная и пышная веточка сакуры. Здесь действительно такие красивые, махровые цветы, очень нежные расцветки. Из белой они уходят в красивый, нежный, бирюзовый цвет, который у меня, опять же, совсем сочетается. Но я вам уже подобные цвета показывала в данном ролике. Обошлась вот такая шикарная веточка. Мне всего лишь 200 рублей. И еще одна веточка с ягодами, которая, мне кажется, очень хорошо сочетается вот с этой веткой сакуры. Веточка с ягодами, сделанная из пластика. И она мне обошлась в 140 рублей. Эти веточки я буду термошить, раздербаню их. И я использую их для украшения светильников. Вот у меня здесь два светильника. Один я только что включила. Но чтобы меня не засвечивало, обратно выключу. В общем, как видите, светильник находится здесь снизу. И мне это не совсем нравится. Это нужно как-то закрыть очень красиво. Поэтому я вот буду использовать вот эти веточки. И не только их. И, кстати, тут уже обязательно сниму видео о DIY. Так что, чтобы не пропустить подобный ролик, если вы все еще не подписались, я вам предлагаю все-таки подписаться. И прежде чем мы с вами попрощаемся до следующего ролика, я хочу вам показать еще несколько покупок, связанных с котиками. В данном случае вы видите, конечно же, елочное украшение. Я думаю, вы об этом догадались. Новогодний такой котик. Но он мне сразу напоминает и о Новом Годе, и о какой-то пати, вечеринке, и даже о цирке. Но, в общем, кот мне очень нравится. Хотя он достаточно тяжелый. Возможно, не каждая елка его выдержит. Он сделан, кстати, из полирезины. И обошелся мне в 241 рубль. В общем, скорее всего, он будет просто где-то стоять или где-то висеть, но не на елке в этом году. Мы, наверное, ее не поставим. Но, в целом, он пришел в большую дружную компанию котиков. У меня больше сотни уже елочных украшений. Они все разные. Преимущественно, они все из стекла. И, естественно, они все с кошками. Кстати, начало своей елочной такой коллекции я снимала на видео. В виде фотографии сделала коллаж такой. Кому интересно, обязательно зайдите, посмотрите. Ссылочку я оставлю. Следующее, что мне хочется вам показать, это настенные календари. Естественно, с кошками. Да, я знаю, что предстоящий год ожидается год собаки. Но я кошкам, как говорится, особо не изменяю. За очень-очень редким исключением. В данном случае календарь это точно не повод, чтобы кошкам изменять. И поэтому вот на стене у нас поселятся котики. Один календарь будет висеть здесь, в спальне, а другой будет висеть в другой комнате. Просто лично мне всегда необходимо знать, какое сегодня число, какая сегодня дата. И поэтому вот мне нужно было сразу два календаря. Эти были самые интересные, самые прикольные. Вообще, вот котиков этого автора я обожаю. Но сейчас я уже листаю вам календарь. Вы видите их в раскрытом виде. И второй календарь идет, как календарь раскраска антистресс. Я ни одну еще раскраску не раскрасила. Будь то я сама ее рисовала или покупала. Но вот решила, что именно в создании календаря я бы не отказалась принять участие. И могла бы как раз раскрасить котика и в целом фон весь, который рядом с котиком. А то и не с одним, в свои любимые цвета. И поэтому мне показалось, что это достаточно интересная идея. Так что в ближайшее время я хочу заняться и вот начать раскрашивать январского котика. То есть календарь на январь. Если вам интересно, то напишите в комментариях. Хотите вы в ускоренном виде посмотреть, как я это буду делать или нет. Снять такое для вас видео или нет. В общем, если вам это интересно, то обязательно такой ролик тоже появится на моем канале. И в завершение этого ролика я хочу показать вам текстильную интерьерную игрушку. Это семейная пара кот и кошечка. Каждый кошек, котик у данного мастера, у девушки, у женщины стоят по 1000 рублей. Но так как я купила пару сразу, то эта пара обошлась мне в 1500. То есть скидка 500 рублей была. Ну, вообще я очень люблю игрушки в целом, но в последнее время я уже давно не покупаю простые мягкие игрушки, хотя они, конечно, вызывают у меня умиление. Я от этого отошла. А вот интерьерная игрушка мне до сих пор очень нравится. Это достаточно редко. Именно с кошками, по крайней мере, достаточно редко. И поэтому, когда я их увидела, они не оставили меня равнодушной, и я решила их приобрести. Ну, я думаю, что я их посажу как раз где-нибудь рядышком с собой, в изголовье, возможно, вот на эти клетки потом. А пока вот завершение этого ролика, пусть они посидят вот здесь рядом с нами. Я думаю, что вы согласитесь. Итак, я вам показала все свои покупки, которые я приобрела для создания уюта в доме. Надеюсь, вам было со мной интересно, несмотря на то, что покупок было много достаточно, и что я та еще болтушка, но я об этом сразу вас предупредила в начале этого ролика, поэтому не серчайте, не пишите гневных комментариев, вы знали, на что шли. Очень рассчитываю от вас на положительную оценку в виде пальчиков вверх. Мне будет очень приятно ее увидеть. И, конечно же, на вашу подписку, если вы все еще не подписались, так как впереди, как вы уже поняли, будет достаточно много интересных видео. Ну, а на этом я буду с вами прощаться. Желаю вам всем огромнейшей удачи, до новых встреч и пока-пока!